Генная инженерия помогла поднять урожайность на полях и улучшить вкусовые качества многих продуктов, но зачастую за счет здоровья потребителей. По существующим с 2004 года международным соглашениям концентрация ГМО продуктов пищи не должна превышать 0,9%. Превышение предельно допустимой нормы может нанести непоправимый вред здоровью. Теперь же те, кто сомневаются, насколько безвредны продукты в холодильнике, могут проверить их в лабораторных условиях. На сегодняшний день уже отобрано 52 проб пищевых продукций, из них положительных результатов нет. В основном для исследования отбираются такие пищевые продукции, как сои, сухое соевое молоко, концентрированные продукты, также кукурузы, каши, мука, консервы, а также рисовые каши быстрого приготовления. При помощи новой аппаратуры лаборатории национального центра экспертизы можно проверить не только концентрацию генномодифицированных продуктов, но и присутствие в пище посторонних добавок, не отраженных в этикетках. Например, наличие свинины или конины в колбасе. Определение концентрации ГМО продуктов проводится на уровне ДНК. Определение ГМО состоит из трех этапов. Первое – выделение ДНК. Второе – выделение субстанции. Третье – интерпретация, то есть работа с ротерженом. Как считают специалисты санитарно-эпидемиологического надзора, новая услуга лаборатории центра станет очень востребованной в нашей области, где сельское хозяйство занимает одну из главных ниш экономики, а заодно и поможет сделать более полезными продукты на наших столах. Даня Архудайбергенов, Толгат Абдинабиев, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Отрар».